Всем привет! Вы смотрите телеканал Рутовая. В эфире отдел кадров. Меня зовут Юлия Лысенко. И сегодня мы находимся на съемках клипа Влада Топалова. Песня без тормозов говорит сама за себя. Смотрим, что из всего этого получится. Сегодня в программе возвращение Топалова. Люди говорят, Влад, а что с тобой? А где ты? Я понял, что да, два года это серьезно. Почему Виктор Дробыш забрал артиста под свое крыло? Очень классный, порядочный, веселый парень. Без вредных привычек. Какие перемены произошли в жизни певца? Мне кажется, хочется верить, что я повзрослел, что я чуть поумнел, что я остепенился. И почему Влад Топалов доверил съемке долгожданного видео ведущей утренней звезды? Это было вот так ответственно, это было что-то совсем-совсем-совсем иное. Рассказывая вам про героя нашей сегодняшней программы, я сразу вспоминаю рекламу лихих девяностых, крылатой фразой которой стала. Свет, а тебе какие мальчики нравятся? Темненькие или светленькие? Мне нравятся умные, ответила Света, и мечта всех девчонок двухтысячных воплотилась в одном дуэте. На российской поп-сцене появились Смэш. Влад Топалов и Сергей Лазарев, совсем юные выпускники театра студии «Непоседа», в 2000 году сделали большой шаг в мир взрослого шоу-бизнеса, записав вместе композицию из мюзикла «Ноттердам де Пари» в качестве подарка папе Влада на день рождения. А спустя два года уже под сценическим именем Смэш, ребята сняли свой первый клип на песне «Should have loved you more». Тогда-то всё и началось. Я хорошо помню пик популярности, ребят, когда в новостях показывали безумные толпы поклонниц под окнами Влада и Серёжи и, конечно же, битком набитые концертные залы. Ну и что там греха таить? Да и сама я проронила ни одну слезу под лирические песни группы Смэш. Подводя итоги своей начатой мысли, хочу сказать, что уже тогда фанаты Смэш разделились на тех, кому нравился блондин, а кто-то сходил с ума по брюнету. О, Боже, дай мне сил, что задумано успеть, ни о чём не сожалеть. Но группа, к сожалению, просуществовала недолго, и уже в 2006 году ребята объявили о своём распаде. Отправившись в одиночное плавание по волнам шоу-бизнеса, Серёжа и Влад начали строить сольные карьеры. И мы свой шанс теряем, нас и каждое так может быть, каждое так может быть в моем сердце. Выдержав длительную паузу в своей карьере, Влад Топалов наконец-таки реанимировался. А помог ему в этом, внимание, Дробыш. Наш пострел везде поспел. Плодотворный, продуктивный, интересный, яркий, весёлый и богатый. Ну и правильно, давно пора. Русскоязычными композициями Топалов никогда не баловал зрителя. А мы из России народ простой. Нам бы лирику, нам бы тексты задушевные. За любовь твою отдаю свою, пусть она будет рядом с тобой. Узнав о съёмках видеоклипа, я с огромным любопытством проложила свой маршрут до Новоостаповской, дом 5. Именно здесь, в павильонах знаменитой кинокомпании «Амедиа», свой видеоклип сегодня снимает Влад Топалов. Получив аккредитацию, я отправилась на поиски павильона номер 14. Блуждать по этим бесконечным коридорам можно, конечно, часами. Но я пошла на звук. И вот, передо мной, как лист перед травой, нарисовался павильон номер 14. Первое впечатление от съёмочной площадки было тёмным. В прямом смысле этого слова. И лишь небольшой луч надежды, что просвет всё-таки наступит, падал где-то вон там, в правом углу. Разглядев эту темноте Топалова, я сразу же поспешила расспрашивать его обо всём. Рада очень встреча с тобой, Влад, потому что мы не виделись, мне кажется, очень-очень много лет. Лет пять, наверное, точно. Ну, надеюсь, что чуть меньше, но, к сожалению, да, наверное, прям лет пять. Что поменялось у тебя за эти пять лет в твоей жизни? Ну, я думаю, что мы с тобой в том возрасте, когда вот сейчас каждый год меняется что-то прям кардинально много. Мне кажется, хочется верить, что я повзрослел, что я чуть поумнел, что я остепенился. За любовь твою душу отдаю, за любовь твою на краю стою. Я стал поспокойнее, подобрее, надеюсь, поинтереснее. Музыкально чуть-чуть в другом направлении я двигаюсь и собираюсь двигаться. Начал работать с Виктори Аклевичем Дробышем. Мы уже работаем, я считаю его классным парнем. Мы с ним сделали песни, несколько песен мы с ним записали, одна из них вот без тормозов. Поменять свою жизнь за пять минут, что тебе до моей любви у тебя такой маршрут. Такая, которая передает некий определенный момент из моей жизни, моей истории и биографии. Мне кажется, что это очень классный, порядочный, веселый парень без вредных привычек. Без тормозов была моя любовь, чувство на скорость променяло. И я первый раз готов ее просить, затормозить, чтоб все опять начать сначала. Расскажи мне, как так получилось, как ты выбрал именно Марию Скобелеву, почему она стала режиссером сегодняшнего видео? Пироград, дети. Танцуют. Нас танцуют. Скажите, пожалуйста, а эффект на камере он красивее, чем здесь, кажется, это нелепо? Да, это выглядит очень круто. Да? Да, нормально? Да, отлично. Мне вас очень нравится. А сейчас я по ним уже пошел. Серьезно, да? Сценарий Маши Скобелевой мне очень понравился тем, что он очень концептуальный. Он очень необычный, потому что все действие происходит в рамках одной машины. И такая история, когда люди любят, дружат, играют, ужинают, завтракают, просыпаются, чистят зубы, там, бреются. И все это происходит в одной машине, в разных эмоциях, в разных красках, в разных оттенках. Мне не нужно искать других причин. 48 часов в детстве. И сплошной адреналий. Маша Скобелева. Маленькая девочка из «Утренней звезды» запомнилась нашему поколению очень хорошо. Ведь именно она, наравне с уже состоявшимся телеведущим Юрием Николаевым, вела главную музыкальную телепередачу 90-х. Ну а сейчас наша Маша зажигает не хуже прежнего. В интернете повсюду всплывают ее уже недетские фото и даже видео. Видеоклипы, конечно. Помимо того, что Мария стала писать песни, она даже начала их исполнять. Мне Влад рассказал о том, что вы знакомы с детства, ему было 5 лет, когда вы познакомились. Расскажи нам поподробнее, как это произошло. Это было в другой жизни. Я была ведущей телевизионной конкурсной программы «Утренняя звезда» на первом канале с Юрием Николаевым. Это было вот так ответственно, это было что-то совсем-совсем-совсем иное. Как так произошло, что ты была ведущей, журналистом, можно сказать, да, и вдруг ты стала режиссером? Что произошло в твоей жизни? Такой длинный путь – это рассказывать до утра. Я была архитектором, я была художником, были какие-то выставки, гостиный двор, персональный, еще что-то. Потом вдруг раз, и я решила попробовать себя в этом деле. Ну и после клипа «Наталья, боже, какой мужчина», собственно говоря, поток заказчиков. «О, боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына». Главной героиней сегодняшнего клипа стала Милана Королева. Как так получилось, что ты стала главной героиней сегодняшнего клипа? Вот, выбрал меня, как так получилось. А что, был прям кастинг какой-то? У меня, честно говоря, для меня его не было. Мы просто как-то давно, мы как-то давно друг знакомы. И просто как-то вот я так, я понял, что снимаю видео. Мы поняли, что за концепция, поняли, что хотим. Ну я как-то примерно представлял, какие кадры хочется увидеть Машу, к ней хочу увидеть я. И, собственно, приглашил ей, она, слава богу, не отказалась. Девушку хлебом не корми, дай посниматься. Вот и бегает она из кадра в кадр, от артиста к артисту, чему, кстати, очень рада. Я вообще много снимать, потому что я помимо телеведущей, да, я еще журналист и актриса. С тобой мы будем вечно. Нам дали, остались дни, где были вместе я и ты. Спасибо за рай, в котором я жила. И за любви и искренние слова. И камера удаляется, все, свет выключается. Стоп, стоп, сняли, стоп. В коридорах киностудия «Медиа» стало пусто, очень тихо, все съемки окончены. И вот режиссер объявляет о том, что всем можно расходиться домой. Не знаю, что из всего этого получится, потому что было много всего. Но все это происходило в одной маленькой машинке, дом на колесах. Не могу понять, что там творится в голове у режиссера. Надеюсь, что прямо сейчас мы все с вами поймем, посмотрев новый видеоклип от Влада Топалова на песне «Без тормозов». Смотрим.